Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников. Вот сегодня я выставила свои лотки для того, чтобы полить. И во время полива как раз вам объясню и расскажу, как я поливаю ранние свои посевы томатов, для того, чтобы у них не было черной ножки. В предыдущих видео я говорила, что главное для самых-самых первых посевов ранних не переливать их. Не поливать слишком часто, иначе там возникнут заболевания. Но даже я вот поливаю раз в неделю по воскресеньям. Сегодня воскресенье, поливочный день. Я сегодня могла бы их еще и не поливать, но так как я готовлю их к пикировке, видите, вот здесь уже большие, они надо пикировать, рассаживать. Сегодня я полью и покажу, и все расскажу. Вот я закончила на том, что главное их не переливать, потому что во влажной среде, вот сейчас, когда еще мало солнца, когда еще прохладно у нас на подоконниках, очень часто развивается черная ножка. Но мало поливать редко. Нужно еще поливать не просто простой водой, а раствором или фитоспорина, или марганцовки. Профилактически вот эти поливы делать для обеззараживания еще раз грунта. Но не еще раз, а постоянно. Вот я использую, чередую фитоспорин и марганцовку. Видите, здесь написано, для профилактики грибковых, бактериальных болезней, черной ножки, корневой гнили, фитофторы. Вот такой раствор, слабый раствор, готовлю 5-литровую прям сразу емкость. И сегодня все лотки и перцы, и томаты я полью. Над первыми, самыми ранними посевами, конечно, я сильно так трясусь, потому что если они у меня погибнут второй раз, их уже рано не посеешь. Поэтому с детской поилочки, вот у меня бутылочка из-под соков детского, я в междуряде вот эти вот, вот так вот наливаю, чтобы стараться не попадать на листья. Опять же, все из-за того, что листья молодые, они могут, влажная среда могут не обсохнуть долго, начнут гнить или повредяться. Ничего сложного, в это время не очень много лотков, вот у меня всего 5 лотков посевов. Вот таким образом, между рядами, я их поливаю. Потом, если нужно будет, я еще немножко, для того, чтобы воздух поступал, я осторожно-осторожно прорыхлю междуряди. Но сегодня буду говорить только о поливе. Полив очень важен. Если вы будете поливать не простой водой, а вот растворами для профилактики черной ножки и всяких других заболеваний, то ваша рассада будет здоровой. Именно фитоспорин, почему я его рекомендую? Ну, потому что он самый простой, марганцовку нужно там, можно, как сказать, если вы только начинаете, можно с дозировкой переборщить, и может получиться ожог. Фитоспорин – это биофунгицид, который безвредный. Если вы сделаете вот такой раствор, слабого чая цвет, будет хорошо. Даже если вы чуть-чуть положите больше, ничего страшного не произойдет. С почвой ничего не случится, и с томатами, с вашими ничего не случится. Потому что там вот написано, что фитоспорин усилен эликсиром плодородия гуми, что он является у нас не только обеззараживателем, но еще как бы небольшой подкормкой. Для ранних посевов – это все очень хорошо, для ранних наших всходов. Я, конечно, не могу говорить всем, вот делайте так, вот только так. Я просто показываю, как делаю я. Многие поливают и водой, но в результате полива простой водой очень часто возникает, ну вот, всякие бактериальные болезни, черная ножка, потом удивляются. Так ухаживала, все берегла, появилась черная ножка. Нам мало ухаживать, нам нужно делать профилактику, обеззараживать и обеззараживать постоянно этот грунт. Некоторые вот опытные садоводы, спросите у всех, поливают только розовым раствором марганцовки или только слабым раствором фитоспорина. В первые дни жизни простой водой рисковать поливать все-таки не стоит. Немножко нужно их поддерживать, чтобы к ним не прицепилось. Они маленькие, слабенькие, к ним может прицепиться любая болезнь. Особенно в тот период, когда прохладно у нас, когда мало солнца. Вот завтра или послезавтра я их буду пекировать, потому что некоторые здесь вот у меня совсем большие, уже два настоящих листа, поэтому сегодня я их поливаю. Перед пекировкой за день или хотя бы за несколько часов почву нужно полить, чтобы земля хорошо осыпалась с корешков, чтобы не было лишних повреждений. Все, до свидания. Вот в этом видеоролике я показывала, как я поливаю свои ранние, самые-самые первые посевы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...